Девушки отдыхают Мы будем выделять собственные ресурсы, будем поддерживать хорошую динамику в этой части, а также готовы биться за дополнительные средства из федерального бюджета. И здесь важна работа и в рамках трехсторонней комиссии, мы с вами об этом говорили, по бюджету, ну и, конечно, защита интересов области. Алексей Текслер попросил сенаторов взять на контроль все вопросы, касающиеся региона. Важно занять активные позиции, работать не только в том комитете, который я выбрала, но и постараться занять активные позиции в других комитетах. Маргарита Павлова намерена активно работать и с южноуральцами в приоритете встречи с гражданами и решения проблем простых людей. Эти же поручения Алексей Текслер дал и своему заместителю Станиславу Мышарову. Его он отправил в Верхнюю Фолей разобраться в ситуации с ремонтом аварийной пятиэтажки. А нас рассерять будет по какой программе? Программа губерната. Станислав Мышаров разъяснил жителям, как и куда их будут рассерять на время ремонта ветхого дома. Ну, невозможно жить, потому что в сырости. Сырости, плесень в доме повсюду. Эту пятиэтажку на улице Ленина в Верхнему Фолей признали ветхой на 70%. На стенах грибок и трещины снаружи рушится фундамент. На ремонт дома из областного бюджета по решению губернатора направили 12 миллионов рублей. Они будут потрачены на дезинфекцию здания и сам ремонт. Но обработать пятиэтажку не могут. Часть жильцов отказывается переезжать. Во-первых, нам предлагали на Черемшанке двухкомнатную квартиру. Но так как мы здесь живем, у нас дети в школу в пятую ходят, это не вариант для нас вообще. И, во-первых, до работы далеко. То есть я работаю, муж работает, дети, вот как их потом вести-то, тоже это не вариант. Во-первых, там еще коммунальные услуги очень дорогие, мы это не потянем. В разрушенном доме продолжают жить 10 семей. Остальные более 50 переехали. Мэрия Верхнего Фолея предложила людям жилье из маневренного фонда города. Но на всех квартир не хватило. В некоторых СМИ сообщили, чтобы высадить людей из аварийного дома, чиновники местного управления соцзащиты грозили забрать детей. В суд подали несколько исков. В решение проблемы вмешался губернатор области Алексей Текслер. И на покупку новых квартир из региональной казны дополнительно направили 33 миллиона рублей. В ближайшее время администрация будет покупать квартиры. Мы сейчас со всеми беседуем о тех предпочтениях, которые должны быть. С каждой семьей вопрос переезда будут решать отдельно. Кто захочет переехать, переедет. А кто хочет остаться, смогут жить здесь после ремонта. На этой неделе Алексей Текслер принял участие в заседании Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов страны. Южноуральский госуниверситет подтвердил свою эффективность и защитил в Москве результаты программы 5.100. Это стратегия повышения рейтинга вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров. ЮРГУ успешно обеспечивает регион кадрами. Готовит высококвалифицированных инженеров, управленцев и программистов. Сейчас вместе с рядом территорией губернии Свердловской областью, Курганом, вышли с инициативой создания научно-образовательного центра совместного. И развиваем ряд направлений, причем как направления такие достаточно традиционные, базовые, научные направления, которым всегда славился ЮРГУ, ЧП и раньше. Ну так и развитие совершенно новых направлений. Перспективы создания научно-образовательного центра Алексей Текслер обсудил с ректором ЮРГУ Александром Шестаковым и на двусторонней встрече. Уральский НОЦ поможет с реализацией нацпроекта «Наука». Чулябинская, Свердловская и Курганская области займутся разработками в промышленности и ракетно-космической отрасли. Алексей Текслер лично наградит Османа Мамутова, который спас на трассе М5 из горящей машины 11-летнего ребенка. Я обратился в Министерство обороны Российской Федерации с предложением представить офицера к заслуженной награде. От имени региона мы его тоже наградим. Сделаю это лично. Напомню, военнослужащий Осман Мамутов, рискуя собственной жизнью, спас 11-летнего ребенка из горящей машины. Авто вспыхнуло в результате ДТП на трассе М5 в Чебаркульском районе. Родители и младший брат мальчика погибли. Выжившего ребенка отправили в областную детскую больницу. По данным врачей, его жизни ничего не угрожает.